Бывшему вице-президенту Росгостстраха отмыли обвинение. Бывшему вице-президенту Росгостстраха отмыли обвинение ФСБ добавило Сергею Хачатурову еще одну статью. 1. Газета «Коммерсант» номер 30 от 19 февраля 2019 года, СТР. 4. Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту Росгостстраха, РГС, Сергею Хачатурову. Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 миллиарда рублей, теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег. Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 миллиарда рублей. О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС Банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля. Отметим, что господин Хачатуров проведет в итоге в СИЗО на этапе предварительного следствия равно год, а это предельный срок содержания под стражей. При этом в соответствии с нормами УПК бизнесмену и его предполагаемой сообщницы, ФСБ должна предъявить обвинение в окончательной редакции самое позднее через месяц. Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской, она находится под домашним арестом, расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала Минкриминировалась растрата в особо крупном размере, Че. Четыре статья. 160 УК РФ, через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве, Че. Четыре статья. 159 УК РФ, теперь следствие добавило МСТ. 174.1 Легализация, отмывание, доходов, полученных преступным путем. Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствия квалифицировала по-разному. Сергею Хачатурову посчитали ущерб по уголовному делу. Как не раз рассказывал твердый знак, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку открытия внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова РГС активы чуть более 3,6% акций ПАО «Разгострах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и Автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017 эти акции были проданы через биржу Банку Траст, находящимися в санации открытия, а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-Банка, а затем и в иностранную валюту. Мнение следствия и защита господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходится. ФСБ считает, что акции были похищены. Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора. Мало того, господин Хачатуров, продав акции через биржу за 6,1 миллиарда рублей, заплатил в казну соответствующий налог на сумму более 1 миллиарда рублей. Почему следствие переквалифицировало обвинение Сергею Хачатурову? По мнению адвоката Алексея Мельникова, защищающего Сергея Хачатурова, обновление обвинения можно объяснить только тем, что следствие таким образом оказывает давление на обвиняемых. Следствие идет более 10 месяцев, а ответов на обязательные для передачи дела в суд вопросы как не было, так и нет, считает адвокат, следствие пытается игнорировать имеющееся в деле письменное соглашение, регулирующее сделку с акциями. При этом нет ответа на вопрос, кого же Сергей Хачатуров обманул, если никто из участников сделки об обмане не заявляет. При этом давление на моего подзащитного следствия по-прежнему нужно оказывать, поскольку оно, не имея доказательств совершения преступления, вынуждено рассчитывать только на самооговор обвиняемых. Добавление 174 статьи не делает основное обвинение более обоснованным. По мнению следствия, господин Хачатуров отмывал средства, полученные от законной биржевой сделки с его собственным имуществом, с которым он к тому же заплатил более миллиарда рублей налога. Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности. Александр Игорев